Начну со слов, что я не фитнес-модель, и спортивные аксессуары для меня это всего лишь навсего некий мотиватор для того, чтобы поднять свою толстую задницу со стула. Именно эту модель я отдал на тестирование своей второй половинки. Грядет эпичная битва носимых смарт-устройств из Китая, поэтому ставьте лайк и делитесь этим видео. При этом на протяжении двух недель мы обсуждали работу этого устройства, находя в нем как плюсы, так и минусы. Внешний вид и тактильное ощущение от браслета – это, наверное, самое главное в таких продуктах. Черный резиновый ремешок с двумя крепкими застежками достаточно массивно смотрится на женской руке, при этом подходят к любой форме одежды и стилю из-за серебряной вставки снизу экрана. Далее я буду говорить о том, какие впечатления о продукте сложились у меня и непосредственно у человека, который их тестировал. Хотелось бы честно отметить, что рука достаточно сильно потеет под ними. Привыкаешь со временем, но все же, наверное, из-за материала, из которого сделан сам браслет, но при этом надо оговориться, что все такие аксессуары потеют вместе с вами. Экран самого Sandbone MS-01 одноцветный OLED и показывает информацию следующим образом. Вы можете видеть инфу о шагах, времени, пройденные расстояния, калории и другие настройки. И, естественно, все работает по Bluetooth и синхронизируется с вашим смартфоном, причем без разницы, какой он у вас – iPhone или Android. Также хотелось бы отметить такие мелочи, как водонепроницаемость, плавать в них нельзя, но руки мыть изи. При этом после стирки или какой-то процедуры вода скапливается под ними. Надо снимать и вытирать. Заканчивая про внешний вид, на задней части браслета гордо красуется датчик сердечного ритма, прикольно подмигивая зеленым огоньком. Самое главное в этих всех устройствах – это софт, ведь благодаря этому собирается статистика и делаются выводы. Сначала они не впечатлили нас тем, что синхронизировались только раз сутки, то есть терялась инфа за все время. Но потом, покопавшись в настройках и написав продавцу, все пришло в норму, само собой, магическим образом. В приложении вы регистрируетесь, указываете вес, рост и погнали. Можно отметить, какие значки будут поражаться на дисплее, а какие нет, когда замерять пульс и какие у него критические отметки. При этом у нас было такое, когда пульс был высоким, браслет всячески пытался дать нам понять, что что-то не так. Присутствие графиков в приложенке способствует хоть как-то отслеживать вашу никчемную активную жизнь. Единственное, не очень удобное, это тактильная часть экрана находится внизу. Опять же, из тех моментов, о которых хотелось бы упомянуть, это то, что не всегда показывается пульс, когда этого хочешь узнать. То есть он меряется постоянно, но по своему графику. Приложение переведено на русский, отклонение от правды показателей пройденного расстояния примерно 20%. У пульсометра погрешность неизвестна. Непонятный перевод некоторых слов, со временем привыкаешь и не обращаешь внимания. Конечно же, есть будильник и напоминалка о том, что надо подвигаться. Уведомляет о звонках, смс и прочих мессенджерах. Выводы. Это не Xiaomi Mi Band, это право выбрать что-то другое, получая тот же функционал. Создатели этого продукта постоянно придумывают что-то новое, улучшая старое, пытаясь угодить разным категориям покупателей. Заявленные функции выполняются, стоят, кстати, недорого. По ссылке в описании пройдите, меня поддержите, ознакомьтесь с инфой о продукте, которую я, может быть, забыл указать. Напишите свое мнение по этому поводу. Ну и раз вас надо просить в каждый раз, то, пожалуйста, проявите активность в комментариях и репостах этого видео. Вы же у меня такие ути-пути классненькие. Ну и обязательно подписывайтесь на канал, обязательно проходите на сайт gadgetmania.ru. Там интересные купоны и скидки во всех интернет-магазинах Китая. Ну а мы с вами совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.